Здравствуйте, друзья! Хочу представить вам комплект паечных чаш. Это 7 паечных чаш, сделанные в Непале. Это горячая ручная ковка. За этими чашами я ездил сам в Непал, отбирал их на месте и тестировал, соответственно. Чаши премиум формата. Они покрыты мантрами, различными изображениями, орнаментами буддийскими, различными символами. И очень красиво выглядят и, соответственно, очень здорово звучат. Этот комплект предназначен как для звуковых практик, для различных медитаций, концертов, просто приятного времяпровождения с чашами, так и для массажных практик. У чаш тонкая стеночка, что позволяет чашу очень хорошо вибрировать. И если есть массажисты, либо кто-то хочет заняться терапией поющими киевистскими чашами, этот комплект как раз подойдет. Диаметр чаш от 21 сантиметра, самая малая чаша, до 31 сантиметра. Этот комплект считается средним, но ближе к большому комплекту. Комплект универсальный, и он позволяет выполнять как звуковые практики, так и терапевтические массажные практики. То есть диаметры чаш от 21 до 30 сантиметров, они позволяют эти чаши ставить непосредственно на тело человека, делать звуковую ванну, то есть расставлять чаши вокруг человека. И семь чаш это семь энергетических центров, то есть семь нот, семь цветов радуги, и в теле человека семь центров считается. По буддийской философии пять, но пять материальных элементов в них, а два элемента все-таки в них есть духовных, которые они не берут за базу, потому что это уже аспект вне этого мира, вне измерения, вне времени. Но предполагается, что два этих аспекта также присутствуют. В индийской традиции эти чакры, это Аджна и Сахасрара, они соответствуют третьему глазу и области связи с высшим миром, седьмой центр. Соответственно, эти нематериальные уже центры, они отвечают за какие-то эзотерические глубокие духовные качества человека. Когда эти центры включаются, то человек видит как ясновидящие и получает какую-то информацию. Но эти центры включаются редко, и если захочется этот центр включить, то можно использовать поющие тепельские чаши для этих целей. Значит, эти чаши, кроме того, как они звучат и хорошо воздействуют на структуры тела, их можно использовать и для медитации, в том числе для такой интересной медитации, как энергетический душ. Когда, например, большая, или самая большая, или чуть поменьше чаша, начиная где-то от 27 см чаши, до 32-35 см, а чаша одевается непосредственно на голову, выполняется... Гонг-стиком удар. Этот удар может выполняться как самостоятельно, так и при помощи другого человека. И на протяжении 5, максимум 7 минут идет воздействие на структуры головного мозга, и в том числе на тонкоматериальные структуры, как раз это район Аджны и Сахастрара. Этот комплект очень хорошо сгармонизирован, он сыгран. К этому комплекту идут несколько стиков. Два деревянных стика с головкой, обмотанной же замшием. И два стика разного диаметра с резиновой головкой. Это как раз стики предназначены для того, чтобы разгонять стеночку чаши во время массажных техник. То есть внутри у них резина, и, соответственно, можно достаточно интенсивно воздействовать на стеночку чаши. И чаша будет активно вибрировать и отдавать энергию в тело, либо в пространство. Кроме того, в каждой чаше идет колечко-подставка. Колечки из Непала. И, соответственно, все аксессуары, все из Непала. Кроме того, идут караталы. Это премиум караталы с очень качественным звучанием. То есть самые лучшие караталы. Одни из лучших, которые я смог найти в Непале. Потому что большинство каратал, они для туристов. То есть у них сплав металла очень бедный. И на вид они красивые, но они не звучат. Также идет тибетский колокольчик. Именно тибетский колокольчик. У него такая необычная форма, куполовидная. И здесь знак «Фулмун» – полная луна. «Фулмун» Обладает очень длинным, продолжительным звучанием. Очень таким проникновенным. С обертонами. Не просто «Бауу», как большинство колокольчиков звучит. Это редкие колокольчики, потому что их делают ограниченное количество. И вот у меня только есть возможность заказывать такие колокольчики. Ну, может быть, кому-то повезет. Вот смогут так же. Кроме того, в случае, если кто-то приобретет этот видеокурс, к нему идет мой авторский видеокурс. Гималайский виброакустический массаж. 5 часов теории практики. Это базовый уровень, где дают теорию, подготовку, все объясняю, расшовываю и на практике показываю, как использовать поющие тибетские чаши для терапевтических целей. И при освоении этого курса можно уже достаточно неплохо выполнять различные массажные приемы с поющими тибетскими чашами. Значит, эти чаши сделаны мастерами Непала, тибетцами именно. Сплав металла в основном это 7 металлов. Вот, 7-9 металлов. Значит, первая чаша, хочу пройти немножко, рассказать о каждой чаше. Значит, первая чаша 21 сантиметр, внутри глаза Будды, снаружи орнаменты буддийские. Вот, стеночка очень тонкая. Вторая чаша, это чаша Full Moon, если кто-то знает, вот знак Full Moon, полная луна. Такие чаши куют только в полную луну. Считается, что это женская чаша, потому что она связана с энергией воды. И луна – это женщина. Солнце – мужчина, луна – это женщина. И такие чаши куют в полную луну. И считается, что они впитывают энергию луны. И вот эти все качества, женские, лунные качества, прохлады, спокойствия, впитывают именно эти чаши. И эти чаши хороши для того, чтобы работать с женщинами. Или с женщинами. Вот она вот такая вся мятая. Вот единственный символ, который в Full Moon не находится. Следующая чаша. 25 сантиметров. Значит, она покрыта мантрами. Мантра «Олманый под мехом» внутри янтра. Снаружи раковина. Значит, вот чаши, которые покрыты различными мантрами. Принцип изготовления, соответственно, горячая ковка, их куют. Вот. На нанесение мантр – это наносит специальной пастой. И затем кислотой выжигает металл. И затем смывает пасту. И в итоге остаются такие интересные либо орнаменты, либо мантры. И далее еще делают резьбу. Резцом режут различные орнаменты тоже по чаше. И иногда режут очень качественно и глубоко. Как, например, вот на этой чаше. То есть вот здесь вырезано очень глубоко. То есть большой рисунок. И считается, что и вот внутри тоже эта чаша – это тара. Зеленая тара. Чем больше на чаше изображений, нанесенных резцом, тем чаша дороже. То есть, потому что сам рисунок, он очень кропотливо вырезается. И по времени, и по трудоемкости занимает очень много времени. И поэтому чаша такая стоит, если много рисунков, она стоит очень дорого. Как в Непале, в Индии, где кто-то ни было. Вот, по крайней мере, да. Здесь очень много вырезано резцом. Вот. И она такая тоже мятая чаша. Следующая чаша тоже покрыта мантрами внутри. Вот этот знак – это двойная ваджра или двойная ваджра. Это очень известный символ и в Индии, и в буддизме используется везде. Снаружи янтра. И также здесь как бы травление, резьба по металлу присутствует. Следующая чаша также – фулмун. Значит, единственный знак – фулмун. Так, мастерской. Ну, это как бы… Чаши делают специализированно. То есть, разные мастерские делают определенные виды чаши. И уже можно отличить, кто занимается чашами. Какая мастерская делала ту или иную чашу. Кто-то специализируется на чашах фулмун, то есть, основной. Ну, плюс, мы будем еще что-то делать. Кто-то специализируется на чашах обычных, желтеньких, например. Вот. Кто-то делает резьбу по чашам, то есть, качественную резьбу. И продают. И форма чаши, вес чаши, ковка. То есть, вот все эти отличительные особенности, по ним уже можно опытному мастеру определить, какая мастерская в Непале делала ту или иную чашу. И что это за чаша, естественно. То есть, на первый взгляд, чаши, вот они разные. Но, если с ними поработать, то, как бы, понимаешь, что это за чаша, откуда она пришла, насколько она хороша. Потому что различные мастерские, они могут ковать и очень хорошие чаши, потому что все зависит от мастеров, которые куют чаши. И какие-то мастерские, которые, например, в Индии очень много сейчас мастерских. То есть, они пытаются делать похожие чаши, но качество такое очень невысокое в итоге. Хотя выстреливать некоторые чаши получаются иногда хорошие очень попадались. Но брака много. И последняя чаша. Вот 31 сантиметр. Нотка Ми. 81 Гц цел. То есть, низкочастотная такая. Внутри дабы ладжера, также здесь уманный подмех. Также травление, резьба по металлу, резцом. Ну, небольшие такие, небольшие орнаменты. Вот. Тяжшие осколы, но очень здорово. Все пропорции соблюдены. Край ровный. Звучание отлично. И в итоге этот комплект, он звучит очень здорово, очень достойно. У них еще есть такая особенность у поющих чаш, когда они начинают играть вместе, они как оркестр. То есть, подстраиваются, резонируют между собой и подстраиваются в гармоничное созвучие. То есть, много раз замечал, когда выстраиваешь комплект, и немножко какие-то оттенки тона не подходят. То есть, как бы не встраиваются. Нотка вроде та, а немножко она либо выше, либо ниже. Совсем немножко, но чувствуется, слышится, что немножко не встроен. И через некоторое время, когда поиграешь на этом комплекте, эти шероховатости у чаши уходят. То есть, они как бы воспринимают между собой вибрации, начинают воздействовать друг на друга. И как бы сыгрываются. То есть, такой мистический аспект. И он проверен много-много раз. То есть, чаши начинают, как бы они разыгрываются, во-первых. Потому что, если особенно чаши новые, их нужно разыграть как следует. Очень часто, когда тестируешь чашу, чаша одна нота. А потом, когда поиграешь, 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 нота меняется. То есть, чаша очищается, выстраивается внутри под определенную структуру, под определенную работу. То есть, под вибрацию. И вот эта структура, она определяет уже более чистый, более такой, ну, естественный тон чаши. То есть, точную ноту, на которой она будет звучать. А поначалу нота может быть одна, а потом другая. Либо оттенок ноты может быть один, там, диез какой-нибудь, да. Вот, а потом нота чаша разыграется, и нота немножко меняется. То есть, это нормально. То есть, чаша понимает именно ту ноту, на которой она скована. Вот, чисто технически, да, по характеристикам. Вот она скована на эту ноту. Вот, она так и будет звучать. И, соответственно, весь комплект, когда он начинает звучать, он между собой начинает звучать вместе. И важно, чтобы этот комплект, если, ну, чаши берутся комплектом, нужно его вначале хорошо разыграть, разыграть, разыграть. Комплект между собой сыграется, чаши подстроятся друг под друга. Вот, и этот комплект зазвучит чище, глубже, интереснее. И плюс, этот комплект будет звучать еще в унисон с вашей энергетикой, с вашим сознанием, с вашей гармонией. Потому что, как бы, вы инициатор звучания этого комплекта. То есть, вы будете этот комплект, как бы, настраивать своей силой волей, сознанием, своей энергетикой. И, в итоге, если другой человек сядет за этот комплект, комплект будет играть по-другому. Вот, вы сядете, то есть, комплект будет играть так, как он настроен. И, соответственно, ну, не нужно давать людям играть много на вашем комплекте, либо чаши раздавать. Иначе нотка немножко будет сбиваться. И чаши, они, как любой материальный объект, они впитывают энергетику, как бы, окружающего пространства, энергетику человека. И, как бы, они узнают, что ли, вас. То есть, и начинают радоваться, и начинают звучать в том, и, как бы, помогают вам раскрыться, помогают вам войти в нужное состояние. И, поэтому, если вы используете чаши для того, чтобы входить в состояние определенное, для медитации, для расслабления, то, ну, как бы, тем более, это такая сакральная вещь, лучше сильно никому не показывать. Но, если вы используете чаши для, естественно, массажных техник, для концертов, то тут, в принципе, ничего страшного. То есть, они будут работать уже на людей, как проводники вашего осознания, вашей энергетики, вашей внутренней гармонии. Вот, и здесь они будут выступать, как резонаторы вашего состояния, вашего настроения. И, насколько ваше состояние будет глубоким, медитативным, гармоничным, настолько и чаши будут передавать, веселивать это состояние. Поэтому, перед тем, как работать с чашами, работать с комплектом, нужно, соответственно, войти самому в эту гармонию, очиститься, подготовиться. И, каждый раз, это, как сакральная такая практика. То есть, не нужно относиться к ней так, а просто постучать. То есть, чаши – это настолько мистический предмет, настолько, как бы, гармоничное созвучие, которое открывает тонкие каналы вашей души, энергетические каналы, которые пробуждают вот эти тонкие токи, которые связывают нас со Вселенной, что нужно каждый раз готовиться к этому и каждый раз пытаться входить в это пространство очень аккуратно, очень внимательно и ощущать, воспринимать те дыры, которые будут приходить к вам свыше, свыше, свыше дни. Не случайно есть такая легенда, откуда появились чаши. То есть, когда шаманы древние в Тибете пытались связаться с высшими духами, вот, и это занимало очень много времени. И с жертвоприношениями, там, несколько дней они дары различные преподносили, сжигали, вот, и они в один прекрасный момент помолились богам и сказали, ну, дайте нам что-то, чтобы можно было меньшими жертвами, меньшими усилиями связываться с вами, потому что, ну, каждый раз собирать много людей, жертвовать много всего, то есть, очень, как бы, затратно. И боги им послали образ поющей тибетской чаши. И они сковали эту чашу и начали звучать, так, как получили эти инструкции. Но резонанса не было, то есть, они не могли войти снова в это состояние для того, чтобы выйти на этот план духов и поговорить. И затем пролился метеоритный дождь, и когда они добавили метеоритное железо, чашу, именно вот эта чистота появилась. И они, когда начинали работать с поющими тибетскими чашами, то входили в резонанс и общались с духами и с богами со своими. Вот такая прекрасная легенда, но она не лишена, на самом деле, глубокого смысла, она никак не лишена вот этого сакрального смысла. Потому что, если мы посмотрим на окружающее нас пространство, мы увидим, что во всех тибетских храмах, во всех христианских, католических храмах присутствуют колокола. То есть, эти колокола как раз настраивают наше сознание на что-то возвышенное, на что-то высокое. И это ваш индивидуальный колокол, индивидуальная колокольня, которая позволяет вам, или позволит вам, если вы приобретете комплект, входить в это состояние и очищаться, очищать себя, очищать окружающих, очищать свой дом. И становиться более гармоничным, более чистым, очищаться от шлаков, от болезней. и становиться таким светлячком в этом мире. Счастья. Намасте. Счастья. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok